В Березовой роще у стадиона «Металлург» состоялись лыжные гонки в рамках открытого первенства Ленинского района. Зима в этом году оказалась поздней, но, наконец, погодные условия позволили провести соревнования. Возрастные группы от 4 лет и старше 60. У каждого своя дистанция от 500 метров до 5 километров бегут. И плюс мы еще хотим принять, кто желает ГТО сдать по лыжным гонкам. Прогласили, люди тоже приходят. Одними из первых на старт вышли школьники. Они приехали на соревнования целыми командами. В своих образовательных учреждениях на уроках физкультуры ребята тренировались, а здесь были готовы показать, на что способны. Готов посоревноваться со своими соперниками, получить от них какой-то тоже стимул. Даже если школьники из развилки испытывали определенное волнение перед стартом, настроиться им помогал опытный наставник, преподаватель физкультуры Тимур Галимов. Он давал последние советы и смазывал лыжи. Мы выступаем на первенстве Ленинского района. В том году мы бежали, по-моему, 6 первых мест заняли. Сейчас посмотрим, в какой этом году выступят. Завтра поедем на биатлон бежать в первенстве Московской области. Так что сегодня одни, завтра другие соревнования. Также преодолевать дистанцию лыжникам помогала поддержка близких. Мероприятие собрало много болельщиков. У меня подрастает внучка. Мы еще не вышли на старт. Но мы заинтересовались, как же у нас хорошо развивается наше молодое поколение. Мы с интересом будем наблюдать за этой гонкой. Большинство лыжников серьезно готовились к гонкам. И сразу после старта уверенно вырывались вперед и доводили забег до победного финиша. Мне было легко бежать. Подготовка была очень усердной. Мы вообще готовились на биатлонное соревнование. А потом услышали, что видно, можно пробежать. Решили пробежать. Стоит сказать, что у всех активных спортсменов Ленинского района впереди один из главных стартов. 10 февраля состоится лыжня России. А по итогам первенства у муниципалитета все победители получили почетные грамоты и призы. Дмитрий Книгов, Владимир Андреянов, Елена Кошелева, Видное ТВ.